Можно ориентироваться на отчеты чиновников, можно что-то выдумывать, а можно просто поехать и посмотреть, как обстоят дела на самом деле. Например, на этой конкретной хоккейной коробке видно, что не только не заливается лед, но и вообще не проводятся какие-либо благоустроительные работы. Создается впечатление, что эта конкретная хоккейная коробка, в принципе, и не нужна местным жителям, а вместо спорта здесь в части. Ну, вот такие развлечения. Репейник, молодые деревца, снег. Идиллию белого полотна нарушает следы нашей съемочной группы и своеобразные артефакты более теплого времени года. Тут не спорт, тут спирт, жизнь, к сожалению. Если предположить, что площадка не пользуется популярностью среди молодежи в связи с ее отсутствием в этом дворе, то возникает вопрос, зачем вообще нужно было городить забор? Для галочки? Вторая хоккейная коробка на нашем сегодняшнем пути, и мы видим, что ситуация здесь аналогична предыдущей. Снег не убран, никакого льда нет, и всеобщая неухоженность, запущенность и запустение. Вот синонимы того, что мы с вами видим. Управленцы, в чем в ведении находятся серьезные спортивные сооружения, отмечают, чтобы объект работал, то есть жил, нужно учесть множество факторов. И дворовый спорт не миф и не химера, а только подходить к его организации нужно организованно. Однозначно моя позиция такая, что катки эти нужны, но они нужны именно точно. Во-первых, где есть люди, которые на этих катках, во-первых, занимаются, где люди есть заинтересованы, которые эти катки будут содержать, потому что построить это еще не самое. Большой вопрос расходы. Залить лед в сегодняшних реалиях – дело накладное. Не каждый совет собственников дома одобрит такое разбазаривание общего имущества. В свое время в регионе даже работала отдельная программа по заливке и содержанию внутридворовых катков. Однако самая актуальная информация по заданной теме на сайте Облминспорта относится к 2014 году. Тем временем нам все-таки повезло. Нашли первый лед. Ну вот, есть же лед на ульяновских катках, на ульяновских коробках, ведь не поспоришь. Вот он, его можно потрогать руками. Вполне себе колется. Настоящий лед. Ну, правда, он, скорее всего, естественного происхождения, а не искусственно залитый, но это так. Вот что привлекло внимание. Здесь есть табличка, на которой написано, что запрещено делать на этом спортивном сооружении. Выгуливать собак, курить, пить, бросать мусор – это все понятно. Особенно интересен последний пункт. Ломать инвентарь и висеть на хоккейных воротах. С последним дела обстоят совсем плохо. Висеть просто не на чем. Но не будем рубить с плеча. Чиновники не сидят без дела. Ответственный министр ответственно заявил – и к сезону готовы, и к критике. Катки на крупных стадионах работают на полную. Первые заливки делали еще две недели назад в первые морозы. В минувшие выходные вселедовые площадки признаны пригодными к массовым катаниям. Если есть какие-то факторы, где еще чего-то мы ждем, информацию собираем. И не только официально, но и по неофициальным каналам. Если у вас еще как бы не залили каток или еще какой-то, сообщайте. Будем реагировать. Сообщаем. Все вышеперечисленное можно смело добавлять в копилку фактов нерационального использования внутриквартальных спортобъектов. Мало их установить и торжественно открыть. Нужно обслуживать, обеспечивать, контролировать в конце концов. Ну и вот, наконец-то, первый каток. Настоящий каток, который нам удалось отыскать. Качество льда здесь, конечно, еще оставляет желать лучшего. Возможно, нужно провести какую-то шлифовку или другие необходимые работы. Только следует отметить, что это не простой дворовый каток, а каток на стадионе 38-й школы. Сразу видно, что руководство учебного учреждения следит и с вниманием относится к потребностям своих учеников. Так что многое в любом деле зависит и от выбранной схемы управления, и от оперативного контроля за текущими изменениями, и от личного участия ответственных лиц. Евгений Луковкин, Олег Тончин, репортер 73.